Вот так новость. Недавно декабрист два кусочка листочка посадила, вставила в землю, хотела их укоренить. И посмотрите, что у меня получилось из этого. Подхожу к окну и что вижу? Листочки съедены. Смотрите, какие червяки прямо в земле. Это хороший компост, который я покупала в магазине. Правда, он у меня долго стоял на улице. Может быть, как-то заразился. Что это такое? Маленькие, наверное, миллиметр-полтора размером. Вот такие червячки, которые сожрали мой листочек декабриста. Два листочка у меня было. Воткнула в землю. Хотела укоренить. Не получилось. Укоренить хотела я в горшочке с этим растением. Как вы мне там писали? То ли тещень язык, то ли тещень хвост. В общем, какой-то там хвост, какой-то там язык. Вот такие вот нарезочки. Как вы помните, я в Айке подобрала лист, разрезала его вот так вот. Вставила в землю и жду, когда он укоренится. И сюда же воткнула и листочки декабриста. Но что оказалось, кто-то съел листочки. Хорошо, что этот тещень язык или хвост не был съеден этими маленькими-маленькими. Посмотрите, какие малюсенькие. Что это за животное такое? Пишите в комментариях, если знаете. В общем, это фигня. Съела мой декабрист. Хорошо, что не перекинулась на другое растение. Откуда оно взялось? Ума не приложу. Грунт был покупной. Правда, стоял долго на улице. Декабристу уже не помочь. Ну, а тем растишкам, которые тоже там стояли укоренять, я им помогу. Хотя у меня грунта сейчас нет, поэтому просто поставлю их в водичку, поставлю на подоконник. Ну, а грунт на днях куплю и обратно все посажу. Что за напасть непонятная? Горшок стоит рядом с другими цветами. Решила его проверить. Как-то подозрительно уж больно. Это что это такое? Это что это? Это как это понимать? Как это понимать? Нормально вообще. Кто-то съел. Горшок, который стоял рядом, оказался тоже заражен чем-то. Растение просто съедено. Уж кто кого зародил этот горшок, либо тот, в котором у меня декабрист укоренялся вместе с другими растишками, не знаю, но вот этот конкретный горшок у меня все лето стоял на улице. Может быть, он заразу принес домой? В общем, я в шоке. Не понимаю, что произошло. Растение одно съеденное, второе подъеденное, а третье растение вроде бы его даже не тронули. Может, оно просто несъедобное этим маленьким гадам, ползущим, таким микроскопическим червячкам. В общем, третье растение в этом горшке, саккулент, вроде как нетронутое. Придется, как бы там ни было, откуда ли эта зараза не появилась, придется мне все растения в этом горшке вытащить. Вот они, малыши, у которых тоже все было съедено. Большая каменная роза тоже просто прогрызена. Ну, вот такой вот у меня результат похода на улицу на лето. В общем, горшки, когда выставляете на улицу, имейте в виду, что вот такой сюрприз может быть. Занесла, видно, домой уже с этим. С чем с этим, не знаю. Ну, в общем, с чем-то нехорошим. Сейчас уберу листочки. Кажется мне странный этот ствол. Какое-то утолщение. Будем разбираться, что с ним не так. В общем, попробую его посадить под единое это растение. Ну, а оставшиеся тоже саккуленты в этом горшке. Надо мне проверить, лезть ли там эти червячки. Да даже если их там нету, тоже оставлять его в этом горшке, где и так все другие растения были съедены. В общем, неправильно. Надо мне его отсюда убрать полностью. Может быть, продезинфицировать, что ли, или помыть это растение как-то. Землю эту выкинуть, новую землю купить надо будет. И посадить все обратно. В общем, я прихожу в себя. У меня первый раз такое. Если у вас такое было, пишите в комментариях. Может быть, знаете, что это такое за напасть. Но, видимо, это получилось из-за того, что я выставляла, кстати, там паучки бегают. В этом растении бегают большое количество паучков маленьких. Они, кстати, там паутинки плели. Получилось все это из-за того, что я этот горшок выставляла на улицу. Видимо, с улицы что-то такое вот занеслось в этот горшок. Ну, а потом, когда холода настали, естественно, я его занесла домой. И вот оно здесь развилось и съело все корни. Все корни. В общем, вот такие вот новости мои горшочные. Ну, а я вынимаю все саккуленты, выкидываю. Вон, кстати, паровозики бегают, эти мокрицы. То есть, в этом горшке чего там только нет. Кто съел мокрицы, по идее, они не едят такое. Червячки маленькие, что ли, эти, которые в другом горшке сожрали у меня декабрист. В общем, я вообще не понимаю, что происходит. Но понимаю, что нужно делать. Надо полностью поменять грунт, промыть полностью растение. Чем бы его обработать, не знаю чем. Не пишите мне про марганцовку. Нет у меня марганцовки. И в аптеке в Англии ее не купишь. Не знаю, где ее вообще покупать, эту марганцовку. Поэтому не знаю даже, чем обработать. Ну, сейчас подумаю, посмотрю, что у меня есть. И, наверное, чем-то все равно надо обработать. Землю, конечно, на выброс. Вместе с мокрицами, паучками, червячками. И со всем вот этим, да, много здесь мокриц. В общем, все это идет на выброс. Горшок, конечно, я помою. И в него же и посажу. Сначала я помою, промою полностью растение. Потому что как-то мне страшновато его просто сажать. Наверняка там какие-нибудь червячки или яйца остались. Ой, даже не знаю, что делать. Я просто подумала о том, сейчас промою, что-нибудь там останется. Посажу в новую землю, в чистый горшок. А оно опять все вернется. В общем, жду в ваших комментариях и ваших советов. Что это такое за напасть, как с ней бороться. Ну, а пока что я просто промою растение в теплой воде. И, наверное, замочу на какое-то время водички с перекисью водорода. Больше у меня ничего нет. Промывать буду в теплой воде. Кстати, мне пишут иногда в комментариях, Надя, как ты моешься. В этой Британии всегда раздельные краны, холодные и горячие. В горячей же кране идет горячая вода. Как моют в Британии под горячей водой. Очень просто. Подходишь к своему бойлеру, делаешь обогрев воды в кране на минимум. И у тебя из горячего крана идет теплая вода. А из холодного крана идет ледяная. Потому что сейчас зима, поэтому в холодном кране ледяная вода. А в теплом, просто теплая. В общем, не знаю, какой правильный промывать будет эти растения. Промыла и в теплой, и в холодной воде. Вроде все убрала. Вроде всех смыла. Землю смыла. Корни немножко подрезала. Слишком длинные они. Будет тяжело их сажать. Надеюсь, это поможет. Спасет растения. Вот так вот они выглядят. Помытые. Вот такие вот. Разделила я малышей. Две мамы здесь большие. И у них много маленьких малышей. Не знаю, подумаю, как их посадить. Еще слишком много их. Этих саккулентов. Слишком много. Не хочу ими заниматься. Ну, что-нибудь придумаю. В общем, не знаю. Сейчас у меня стоит задача чем-то как-то обработать. Чтобы, если там что-то есть, что-то осталось, чтобы оно сдохло. Все, что я у себя нашла, это просто перекись водорода на небольшое количество воды. Возьму чайную ложечку, налью и замочу эти растишки. Тут вот надо что-то обрезать. Что-то тут сгнило, объеденное. Сейчас возьму ножичек. Аккуратненько это все обрежу. Так, такое впечатление. Такое впечатление, что там кто-то сидит. О, боже мой! Там сидит какая-то живность. И вылазить оттуда не собирается. Сейчас я разрежу и покажу, что это такое. Это что-то белое. И да, да. Это какой-то червячок. Это какая-то личинка, которая сидела в самом стволике растения. Она гадина и сожрала его. Вот так вот. Что за личинка, я не знаю. Пишите в комментариях, что это за тварь. Откуда она там взялась. Ну, откуда взялась, понятно. Говорю еще раз, горшок стоял на улице все лето. Вот такое вот бывает контейнерное выращивание растений. В общем, ладно, ничем не буду обрабатывать. Вроде все. Засуну это просто в воду с перекисью водорода. И немножечко полежат все растишки. Может быть, как-то обработается. В общем, нашла и маленьких червячков. И здорового червяка белого. И мокриц, и пауков. Чего только в этом горшке я не находила. Жуть какая-то! Жуть! Жуть! Первый раз в жизни у меня такое. Вроде всегда выставляла горшки на улицу, и все было нормально. Но тут вот так бывает. Помните, с вами каны сажала. Видимо, старые вот эти вот стволики. Старые. Они дальше начали гнить, даже плесневеть. Я их сейчас обрежу. Как вы видите, новые листочки у него пошли. Хотя сейчас осень, середина ноября. Но они пошли в рост. И что с ними делать, я не знаю. Видно, им не холодно. Не знаю, вытянуться, наверное. На улицу выставить их нельзя. Они от холода помрут. Потому что ночью около 3 градусов они сдохнут. В общем, я сейчас мертвые вот эти вот стволики уберу. Просто, чтобы оно было как-то более опрятно. Ну и к тому же, как говорю, что они начинают плесневеть. Эти старые столбики. Столбики их полностью обрежу под ноль. Насколько это возможно. Конечно, они там в земле сгниют. Надеюсь, что эта гниль далеко не пойдет. Как-то оно локализируется, нейтрализуется. И зеленые листочки пойдут в рост. В общем, растение не сдохнет. Надеюсь, до весны. Весной, наверное, я куда-нибудь его пересажу. Они у меня, так сказать, во временном горшке. Растение для меня абсолютно новое. Вы мне написали его название. Кана. По-моему, так. Надеюсь, что правильно. Потому что вы разные. Мне растения писали разные названия. Ну, вроде это Кана. Не помню. По-моему, красного цвета. В общем, мне ее надо сохранить до весны. Она у меня пока что дома. Но дома у нас не тепло. Дома вот в этой вот комнате. Ну, градусов 16. Вот так вот оно растет у меня. Не знаю, света ему, конечно же, не так много. Но сколько есть. Сколько есть. Стоит-то оно у меня на кухне. Ну, ладно. Рядом с акулентами у меня стоял еще горшочек алоэ вера. Я большой кустик срезала себе. В косметических целях использовала. Ну, естественно, она дала поросль вот такая вот. Которую я не хочу выкидывать. Это алоэ вера. Полезное очень растение. Я смотрю, нет ли там этих червячков. Они стояли рядом. Но вроде-вроде ничего нет. То есть, я делаю вывод, что те червячки попали в ту землю из земли покупной. Либо я принесла вместе с декабристом. Может быть, на нем была какая-то дрянь. И заразила весь горшок. В общем, я засыпаю обратно камушками. И оставляю в покое алоэ веру. Кстати, его надо полить. Суховато ему. В общем, здесь ничего нет. Здесь все чисто. Фух! А то я же думала, сейчас придется и этот горшок потрошить. Ну, в общем, нет. Пронесло. Вроде все нормально. Кстати, помните, я писала о том, что герань поставила воду. Вот эти вот одобрезочки. Мне написали, что в воде оно сгниет. Ну, вроде бы все нормально. Вот стоит. Скоро куплю землю и уже тогда посажу. Хотя один вот, да. Один сгнил. Но два вроде не сгнило. Также вот это растение. Вы мне писали, как называется. Не помню. Оно дало корешки. Это здорово. Надо мне купить. Я их в 20 раз уже говорю. Землю. Ну, в общем, и третье растение. Да, оно в воде сгнило. В общем, есть потери. В воде не все растения укореняются. Что-то укореняется, что-то нет. Ну, так сказать, выводы на будущее я сделала. Куплю нормальную землю. И все растишки, которые у меня в укоренении, я их всех посажу. Горшки у меня есть. Ну, а пока постоят в воде. Постоят на подоконнике. Ну, все. Зацепилась я за горшки. И теперь пойду сажать орхидеи. Давно они у меня стоят. Вот здесь вот уже даже приготовлены горшки. Две мои любимые орхидеи. Надо их пересадить. Одна моя давнешняя, а одна подаренная, не знаю, пару месяцев назад. В общем, она уже скоро будет отцветать. Я уже вижу по ней. И поэтому самое время ее пересадить. Потому что, если она в разгаре цветения, то после пересадки она может сбросить цветы. Была у меня в запасах кора для орхидеи. Правда, она стояла очень долго на улице. И я уже паранойю. Я уже боюсь, что вдруг в ней тоже какая-нибудь живность. Сейчас посажу в нее орхидеи свои. И сожрут мои орхидеи какие-нибудь червячки маленькие. Ой-ой-ой. Надо проверить хорошенько эту кору. Она у меня стояла на улице и промокла под дождем. Ну, вроде бы, вроде бы, вроде бы ничего нет. Единственное, она очень холодная. Потому что, я говорю, на улице холодно. И в такую, конечно, холодную кору будет шок для растений. Поэтому, наверное, надо сейчас проверить, нет ли какой-то живности. И замочить ее в теплой воде. Добавлю немножко туда опять же той же самой перекиси водорода. Не знаю зачем. В общем, замочу эту кору в теплой воде. И посажу сейчас обе орхидеи в эту же кору. Хотя та кора, которая есть в моей орхидее, в моей старой, она хорошая. Но горшочек маловатенький той орхидеи. Поэтому буду пересаживать. Ну, и покупная, как бы, подарочная. Как вы знаете, в ней есть торфяной такой горшочек внутри. Который надо обязательно убрать. Начну с первой. Первую взяла мою орхидею. У нее уже скоро цветонос она выбросит. Но она в хорошем, прекрасном состоянии. Вообще, очень люблю орхидеи. В том плане, что неприхотливые, красивые. И единственное, знаете, что я не люблю? Когда их слишком много в доме. Теряется красота вся. Да, горшок, который я буду пересаживать. Сам горшок немножко не подходит к кашпо. Он вылазит. Ну, ладно. Нет у меня другого кашпо пока что. Орхидею надо пересаживать. Поэтому придется пожертвовать небольшой красотой. Что горшочек будет выглядывать из кашпо. Никуда не денешься. Ну, пускай так будет. Глины гнилых корней нету практически. То есть, я ее поливаю правильно. Это признак того, что я за ней ухаживаю правильно. Все у нее нормально. Также и буду продолжать как поливала. Значит, с поливом все нормально. Все ее устраивает. В горшочек, конечно, она не помещается старой. Потому что она у меня подросла. Буду сажать в больший горшок. Сейчас только уберу. Проверю все. Да, не пролазит она в старый горшок. И можно, в принципе, даже в ту же самую кору. Но, наверное, возьму новую. Ту, что подготовила. Та, что замочена. А эту кору, наверное, сохраню. Ну, не знаю, мало ли пригодится. Не планирую еще, конечно, орхидеи заводить. Но, мало ли пригодится. Вот это вот потом то, что пригодится. И захламляет весь мой сарайчик на улице, который стоит. И потом нету места для велосипедов. Вот это вечно пригодится. Выходит потом боком. Ну, с другой стороны, куда девать кору? Ну, не выкину же ее. Она хорошая. Так, я взялась за вторую орхидею. Говорю, подарочную, которую мне подарили. Ее давно надо было пересадить. Ей там ужасно тесно. Она просто там битком набита. Первый раз вижу настолько набитый вот этот горшочек, что у нее вообще места там даже нет. Моя задача сейчас найти этот орфяной горшочек, его оттуда убрать. Честно сказать, первый раз вижу такую набитую орхидею. Ну, то есть не орхидею, а горшочек битком все. И вот этот вот торфяной губочку эту вытащить оттуда оказалась непростая задача. Она там так зажата. Все корни так крепко держат. А нужно действовать аккуратно, чтобы ни один корешок не сломать. И выковырите вот эту вот губку, из-за которой орхидеи погибают обычно. Долго я там ковырялась, не по кускам вытаскивала. Обычно она целиком вылазит, а тут из-за того, что все битком, еле-еле выковырила ногтями, пальцами оттуда, кусками вытащила вот этот вот торфяной горшочек, освободила. Корни, видно, зеленые. Мертвых корней тоже, ну, нету практически. Там какие-то маленькие ошметочки. Это мне говорит о том, что мой полив правильный. То, как я поливаю свои орхидеи, это хорошо. То есть ничего не гниет. Так же продолжать и буду поливать. Горшочки я уже давно для них приготовила. И все никак не могла собраться, найти время себя взять в руки и пересадить эти орхидеи. Ну, а тут вот так получилось, что съели мои декабристы. И зацепилась я за эти горшки. И все, и понеслось. В общем, пришло время орхидеи. Сейчас выковырю то, что выковыриваю, посажу. И будет моя душенька уже спокойно, потому что меня торфяной горшочек давно беспокоило. Я знаю, что если его не вытащить, то хана моей орхидеи. Вот так вот. Казалось бы, плохой такой случай. Съели какие-то там растишки, какие-то червяки. Но зато орхидея будет пересажена. И те растения, которые в большом глиняном горшочке были, саккуленты, тоже будут спасены. Потому что кто-то их жрет. Разные всякие животные. Поэтому не было бы этих червячков маленьких. Может быть, эти орхидеи до сих пор бы стояли бы в своих старых горшках. Солью сейчас воду с этой коры. И прямо здесь буду сажать орхидею в мокрую кору. Надеюсь, она ей понравится. Хотя, конечно, любая пересадка это стресс для растения. Ну, ничего не поделаешь. Иногда надо пересаживать. В общем, кто не знает, вот так вот сажают орхидеи. Ну, а кто знает, тот знает. Я думаю, все уже знают, как сажать орхидеи. Просто засыпаешь корой. Не знаю, что за кора. Давно ее покупала, не помню. Для орхидеи. Кора для орхидеи. В принципе, наверное, любая кора подойдет. Даже мох какой-нибудь там с фагнум подойдет. Но у меня его нет. Можно было бы купить. Но, в принципе, они растут и без этого. А кора у меня давно уже куплена. Она лежала в сарае. Я, когда разбирала сарай, вытащила ее оттуда. Специально для того, чтобы посадить орхидеи. В общем, запихиваю туда кору. Протряхиваю, чтобы во все полости попала она. И держала. И корень. Здесь, видите, еще палочки. Подпорные для цветов. Надо тоже учесть это, чтобы они нормально не разъезжались. В общем, вот такая вот легкая, ненавязчивая пересадка. Я думаю, растению будет так намного лучше. Ну и вторая моя орхидейка. Моя любимая орхидея. Я ее выбирала в магазине. Если ту первую, которая цветет, мне ее просто подарили. Я ее не выбирала. То эту орхидею я ее выбирала. И, конечно, она мне более дорога. К сердцу. Она очень красивая. Такая горчичного цвета. В общем, сейчас посажу ее. И у нее там цветонос уже скоро будет. Ну, уже начал лезть. И она, видимо, скоро, через пару месяцев, покажет свою красоту. В общем, приятное это занятие. Заниматься цветами, да еще любимыми. Я бы занималась ими круглосуточно. Была бы моя воля. У меня весь дом был бы заставлен цветами. Но, к сожалению, невозможно. Может быть, когда-нибудь будет у меня такой стиль жизни. И когда я смогу заставить. Ну, может, не весь дом. Но половину дома точно разными растениями, цветами, любимыми. Пока что у меня вот только две орхидеи. Хотя я сказала, что орхидеи некрасивы. Когда их очень много. Они теряют свою красоту. Две, три, ну, максимум четыре орхидеи на дом. В доме может быть не больше. По одной орхидеи и на каждое окно. Кора, которая осталась. Я ее выкидывать не хочу. Во-первых, она денег стоит. По-моему, пять или шесть фунтов. Такой небольшой упаковка коры. Да к тому же ее, как бы, бывает нужно, а нет под рукой. Ну, в общем, зачем ее выкидывать? Не хочу ее выкидывать. Вот так получились мои орхидеи. Да, немножко торчит горшок из кашпо. Ну, ладно, пускай будет так. Красота, конечно, пострадала. Но зато самим орхидеям так будет лучше. Может быть, когда-нибудь обживусь кашпо побольше. И, может быть, будет как-то симпатичный. Ну, а кора, которая осталась, я ее насыплю вот в эти горшочки, которые маленькие, в которых росли орхидеи. И уберу куда-нибудь, не знаю куда. Подумаю, куда это добро убрать. Наверное, опять тот же самый сарай, который недавно расхламляла. Никуда не денешься. Вещь нужная, кора. Выкинуть у меня рука не поднимется. Может быть, выкину когда-нибудь. Когда-нибудь в очередной раз, когда буду разбирать сарайчик. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, мои дорогие зрители. Пишите, что это за чудовище такое у меня в горшке оказалось. Пишите свои мысли, откуда оно там появилось. Ну, и спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели до этой минуты. Всем пока. С вами была Надежда. До новых встреч.